85 субъектов Российской Федерации вступили в нас в проект. Осталось 4 субъекта новых. Я надеюсь, тоже они вступят. Амурская область в национальном проекте производительность труда уже второй год. Результаты отмечают как сами предприятия-участники, так и их кураторы. В производительности скорость растет, уровень издержек падает. И это все по стандартной полугодовой поддержке. Новая программа, которую выбрали для торговой сети Фрешмаркет, станет расширенной. Обучаться по ней сотрудники будут на протяжении года. В данном случае у предприятий предусматривается работа на двух производственных процессах и три офисных процесса. То есть в общей сложности на предприятии будет пять проектов в течение года. Первый процесс, откуда мы начнем, это производство тортов, пирожных, выпечки. Следующий процесс будет производственный – это торговая сеть, магазин. И два будет офисных процесса, связанных с вовлеченностью персонала, с логистикой и с продажами и закупками. Прежде чем разворачивать опыт нацпроекта на весь коллектив сети, его протестируют на рабочей группе из 17 человек. Первопроходцы изучат принципы бережливого производства и научатся использовать его в процессе работы. Мы в национальном проекте участвуем уже второй раз. У нас подходит к концу наш полугодовой проект. Исходя из опыта первого проекта, мы понимаем, что должен быть вовлечен каждый, и он будет вовлечен каждый. А у нас уже более 100 человек получилось обучить благодаря первому проекту. Ну и в итоге мы хотим обучить всех наших сотрудников, это примерно 2000 человек. То есть планы грандиозные, мы в ближайшее время все-таки их хотим воплотить в жизнь. Если планы реализуются, уровень выработки продукции растет вдвое. Кроме таких ощутимых результатов, участники проекта получают и другие бонусы. Для стимулирования реализации данного проекта на территории Амурской области введены определенные преференции. Предоставляется в размере 50% льгота по уплате налога на имущество организации, которое приобретено при реализации данного национального проекта. Кроме того, Фонд развития промышленности Российской Федерации, участникам национального проекта предоставляет льготные займы под 1% на сумму до 300 млн. рублей. Сегодня в нацпроекте «Производительность труда» участвуют 11 предприятий, каждый из которых успешно проходит обучение и внедряет принципы бережливого производства.